Доброе утро, Бокертов! Сегодня мы с вами отправимся в виртуальный магазин и познакомимся с названиями фруктов на иврите. Для этого я зашел в категорию Ярокод в Перот, овощи и фрукты, на сайте торговой сети, то есть в реальном виртуальном продуктовом магазине и выбрал под категорию Перот. Перот – это фрукты. Обращаем внимание, что слово Перот в современном языке пишется с буквой Ют. Я скажу, что писать Ют обязательно, в отличие от классического языка, где букву Ют не писали, тем более в древнем иврите. Зачем мы пишем букву Ют, если ее вдруг не написать, то это словом придется прочитать как ПОРОТ. ПОРОТ – это коровы. А с буквой Ют мы прочитаем Перот, и это будут фрукты. Я на всякий случай напоминаю вам также, что буква Ют в некоторых словах, она говорит о том, что здесь есть звук Э, не И, а Э. Как в данном примере, мы читаем не ПИ-РОТ, а ПЕ-РОТ. Я хочу тоже предупредить вас, что я не буду читать все названия подряд, чтобы сэкономить время. Я буду пропускать названия, в которых есть какие-то торговые символы, чтобы не делать никому рекламу, или повторения, то есть чтобы одно и то же не зачитывать по несколько раз. В целях экономии времени. Аватиях – Иши. Аватиях – это арбуз. Иши – персональный, личный, индивидуальный. Арбуз на самом деле – это не фрукт, а ягода. Но у нас в ассоциации арбуз, его подают вместе с фруктами. Он сладкий, поэтому как бы условно – это тоже фрукт. Что имеется в виду под Аватиях – Иши? Это арбуз маленького размера. Персональный арбуз. Который предназначен для одного человека, или может быть для двоих, или максимум на четверых. То есть его удобно разделить на две или на четыре части. В данном случае арбуз не такой уж маленький. Его средний вес, который здесь указан – 2,2 килограмма. Афарсек. Афарсек. Персик. И на слух тоже у нас похоже на слово. Афарсек. Персик. Следующая. Нектарина. Нектарина. По-русски – нектарин. Плод, который по вкусу персик. А на ощупь он как слива. То есть он гладкий. Ну, словно гладкий персик. Нектарин. На иврите – нектарина. Шазиф – адом. Шазиф – это слива. Адом – красный. Красная слива. Шазиф – адом – медиум. Медиум – это неевритское слово. И означает оно среднего размера. Небольшой и немаленький. Чаще встречается слово медиум в одежде. Как понятие средний размер. В данном случае шазиф – адом – медиум. Это слива среднего размера. Небольшая, немаленькая. Шазиф – ярок. Зеленая слива. Шазиф – муфхар. Замечаем, что тот же самый корень, что в слове бухер. Бухер – это выбираю. А муфхар – отобранный, особый. Шазиф – метали. Метали – это металлический, но в современном иврите, когда говорят метали, это не имеется в виду сделанный из металла, а имеется в виду металлического цвета. При этом, это не обязательно цвет стали, когда говорят метали, имеется в виду блестящий. Блестящий, как качественная сталь, ну, например, как клинок стальной, он блестит. И также, вот изделие какое-то, метали, оно блестящее. В данном случае цвет совершенно не металлический, но с таким отливом, поэтому назвали его шазиф металлий. Следующее – шазиф сагив. Сагив – это название сорта, и мы видим, что это слива, которая, если я правильно помню, называется сливка по-русски. Если я не ошибаюсь, поправьте меня. Авокадо – муфхар. Слово муфхар у нас уже было. Отобранное, избранное, особое. В этом году очень слабенький урожай авокадо, поэтому цены высокие на авокадо. И не случайно его называют избранным-отобранным, потому что, судя по цене, это что-то должно быть суперизбранное, отобранное. А газ – это груша. А газ – адом, красная груша. А газ – хум, коричневая груша. А газ – это сорт, тип груши. По вкусу это что-то напоминающее яблоко, а внешне это больше похоже на грушу. На фотографии здесь не совсем то, что вы увидите в торговой сети. Банана – муфхарит. Банана – это банан. Муфхарит. У нас уже было это слово избранное, отобранный банан, особый банан. Манго – понятно, манго. Эйнав – бутик. И дальше идет название породы. Эйнав – это виноградинка. Одна виноградина. И можно сказать эйнав и абстрактно как виноград. Обращаем внимание, здесь слово эйнав написано без юда. Я рекомендую писать с юдом. Так принято. Эйнав – айн юд нун бет. Бутик – это магазин, специализирующийся на продаже изысканных изделий, изысканных товаров. Не для всех что-то избранное такое. Бутик. Ну и, соответственно, здесь тоже назвали эту породу, потому что по цене, по которой она предлагается, это уж слишком изысканно. Понятно, что это не для всех. И называется бутик. Я позволю себе еще небольшое отступление. Действительно, такого типа виноград его выращивают, прилагая максимум усилий сделать его особым. То есть, каждая гроздь заворачивается в бумагу, чтобы там никто ее не обидел. И вы не найдете в этом винограде ни одной какой-то дефектной виноградинки. То есть, на начальном этапе его специально подрезают, обрабатывают. Действительно, огромный труд и, вполне возможно, цена оправдана. Но, действительно, не для всех. Идем дальше. То же самое здесь. Эйнав бутик шахор. То есть, темного цвета виноград. Дословно, черный. Эйнав лаван. Белый виноград. Ановим адом тифзорит. Вот здесь более уже приемлемое слово. Ановим. Это дословно виноградинки. А по смыслу виноград. Ановим. И дальше здесь, по идее, нужно поставить запятую. Потому что ановим адумим. Нужно было бы написать красный виноград. Или ановим адом, как здесь написано, не хватает запятой. То есть, виноград, красный. И дальше, по идее, тоже должна быть запятая. Тифзорит. Тифзорит – это россыпью. Не имеется в виду, что каждая виноградинка отдельно. А имеется в виду, что каждый человек набирает себе, сколько он хочет. Одну гроздь или две по желанию потребителя. Ановим адумим аруз. Здесь правильно уже написано. Виноград красный. Так как слово ановим во множественном числе, дословно виноградинки. По смыслу виноград. То и прилагательное у нас во множественном числе. Получилось ановим адумим. Красный виноград. А дальше, по идее, тоже должна быть здесь запятая. Потому что следующее слово – аруз – уже в числе не сочетается с существительным и прилагательным. Вместо арузим написано аруз. Не хватает запятой. Аруз – это упаковано в упаковке. И имеется в виду, что это будет продаваться в пластиковой какой-то коробочке. И, соответственно, мы уже не можем там часть коробки брать, часть не брать. Покупаем всю коробочку. Ановим мускат. Мускат – это разновидность винограда. Это ананас. Понятно, без перевода. Хабушим – это айва. Хабушим – айва. И если вам будет интересно, посмотрите мой материал о названиях, в том числе фруктов и овощей. Ховеш на иврите – это носит шапочку, одевает шапочку. И у айвы, она не случайно так называется на иврите, если вы заметите, у плода, когда он на дереве, у него как будто бы шапочка такая есть. Очень интересно. По названию можно понять тоже, о каком фрукте идет речь. Личи – это не ивритское слово. И по-русски, я думаю, тоже личи. Пассифлора. Пассифлора – тоже не ивритское слово, нам понятно, о чем идет речь. У меня растет тоже, как и айва. Кокос – рожь. Кокос – это кокос. Почему это называется рожь? Потому что он идет как бы целый, как головкой. Кокос – рожь. Цельный кокос. Эшкулит – левана. Эшкулит – это грейпфрут. И левана – белый. Лимон. Понятно, без перевода. И здесь ошибка у них. Написано. Ламон – лайм. Должно быть лимон, а не ламон. Лайм – это фрукт, который похож очень на лимон. У меня растет. То есть, он в течение всего года дает плоды. И по вкусу очень приятный. Лайм. Называется можно без слова «лимон». Но так как не все знают, что такое лайм. Поэтому здесь добавлено слово «лимон». С ошибкой. Тапузим. Тапузим. Апельсины. Киви. Понятно, без перевода. Римоним. Римоним. Гранаты. Можно было написать в единственном числе. Римон. Тогда было бы гранат. Те-Э-Ним – это инжир. И мы обращаем внимание, что во множественном числе Те-Э-Ним, а в единственном числе было бы Те-Э-На. Одна инжирина. Или абстрактно Те-Э-На, как инжир. Абстрактно. Тамар – цагов. Тамар – это финик. Цагов – это желтый. Дословно, желтый финик у нас получилось. Тмарим лахим. Лах – это влажный. Тмарим лахим – влажные финики. Ну, они уже как бы поспевшие и влажные. Тапуах смит ярок. Тапуах – это яблоко. Смит – это название, вида, разновидности. Ярок – зелёный. И мы здесь чуть дальше увидим, что слово смит обычно пишут с буквой ТАВ. ТАВ – это из английского языка. И там, где Ф звучит в английском языке звук, в иврите его обычно передают буквой ТАВ. Но это действительно не настолько принципиально. Если написать смит стет, это не будет восприниматься как ошибка, если это не фамилия. То есть там, где мы... Идём дальше. Тапуах – она органи. Она – это тоже название вида. Органи – это органически имеется в виду без каких-то химикатов. Его производство состоялось, его вырастили без химикатов. Тапуах – это тоже название вида. Тапуах – это дословно яблоко, дерево. То есть если в иврите говорят просто Тапуах, обычно имеется в виду яблоко, древесное яблоко. Но можно ещё сказать, например, Тапуах – Адама. И у нас получится картошка. Тапуах – Адама. Так вот, если мы говорим просто Тапуах, подразумевается яблоко. Если говорят Тапуах – Адама, то это картошка. Или просто Адама. Тоже может быть картошка. Некоторые говорят без слова Тапуах – Адама, земля. И получается по смыслу как картошка. Тапуах – Адама – дословно земляное яблоко. Тапуах – Адама. Тапуах – Адама. Тапуах – Загов. Загов – это золотистый. Тапуах – Адама. Тапуах – Адама. От слова Загав. Правильно сказать Загов – золотистый. Многие говорят Загув. Это не совсем правильно, но как бы допускается. Я надеюсь, что это было несложно, полезно и, может быть, даже интересно. Спасибо за внимание. Если вам понравилось, ставьте лайк. Если не понравилось, обязательно поставьте дизлайк. С вами был Марк Харах. Подписывайтесь на мой канал. Учите иврит и другие семитские языки вместе со мной. Лейтраут. До свидания.